Друзья, всем добрый день! На самом-то деле сейчас уже мало таких-то винок ярких, да? Делиться-то нечем, да, действительно. Apple и китайцы всех победили, побеждают. И в этом смысле, конечно, очень грустно стало в технологиях, но лично мне, потому что я им занимаюсь там 17 лет, и все время была какая-то движуха, все время было что-то новое, что-то производилось, какие-то были новые вау-факторы, какие-то форматы интересные. А сейчас все телефоны у нас выглядят, ну вот... Примерно одинаково. Все выглядят вот так вот, да. Все похожи на фоторамку с GSM-модулем, и все. То есть производители не знают, как их продавать, покупатели не знают, как их выбирать, но они все одинаковые, собственно, никак. Ну то есть по бренду не знаю, как лег в руку, и все. Ну а правда, как выбирать? Потому что некоторые ориентируются на известный бренд, ну тот же Apple, да, уже как бы по старинке, по отзывам, по тому, что рекомендуют, выбирают. И сейчас появляется все равно определенная линейка каких-то китайских новых производителей, которые вроде как обещают то же самое, но это в разы дешевле. Я могу сказать, что китайские как раз такие продукты сейчас очень хорошо, они откатались. То есть это не ерунда, когда китайские шампатрики, это не то, да? Раньше, года 3-4 назад было стыдно дарить, там, советовать китайский продукт. Сейчас нет. То есть топовые, причем китайские бренды тоже, там есть А-бренды китайские, да, типа Lenovo, например. А есть Б-бренды, там, типа Xiaomi, Meizu, они тоже еще подразделяются внутри себя, и они вылезли уровень. Все, с ними можно работать, их можно брать, у них прекрасный дизайн теперь, с функцией все хорошо, и они дешевле, это правда. То есть они всегда будут дешевле, и поэтому они победят, потому что... И по качеству не хуже. И по качеству не хуже, да. То есть смысла выбирать не из китайского сейчас я не вижу, потому что, ну, реально, там, кусок стекла, там, железо-пластика, они, ну, одинаковые, технологии одинаковые везде. И можем опираться на цену. Раньше выбирали по дизайну, конечно, большинство, но сейчас, как бы, дизайн перешел, насколько ты скруглил угол, да, вот, насколько ты тоньше стал. Ну, то есть это настолько нюансы, которые ты их видишь только в рекламных роликах, а ты взял его в руки и с ним работаешь, что ты об этом забываешь, через два дня, а ни один телефон, там, с пяти метров от другого просто не отличить. Ну, смысла нет никакого. То есть в новых технологиях сейчас и маркетинг, и пиар решают. Да, победили. Но, опять же, как бы, это отдает большая боль, то, что нету компании-визионера, нету компании, которая стремится изменить рынок, которая стремится продать что-то новое, как им раньше было Apple. Apple сейчас, как и все компании, просто штампует и продает. Они сейчас продавцы, они не визионеры. Я все жду, когда появится визионер, когда станет интересно, наконец, ну, вот типа Элон Маск, да, с его, ну, там, совсем завиральные истории, они, там, не для жизни, они куда-то вперед все. Apple делал же про технологии нынешнего дня. Он технологию будущего и технологии существовавшей, которые были, миксовал и вот в правильном каком-то формате выдавал их сразу, чтобы можно было ими пользоваться. Сейчас нет такого. Было как событие какое-то. Да, это было вау, сейчас нету, то есть новые айфоны, ну, это, ну, это старый, опять же, новый айфон от старого не отличит, там, с трех метров. Ничего нового там не появляется, появляется, конечно, новое, но на фоне того, какие ожидания компании, как это было раньше, все же помнят, как было раньше, это, конечно, небо и земля. Но тем временем, обязательно нужно идти в ногу с вот этими трендами или нет? Потому что был период времени, когда ты, если ты не разбирался в каких-то новых приложениях, ты, правда, был как аутсайдер какой-то. Люди говорят для тебя на другом языке, и даже вот тут разница поколений, да, была определенная. То есть сейчас, в принципе, вот таких каких-то грандиозных революций в этом мире нет? Ну, был, да, он называется эффект мухи, да? Да. И эффект мухи, когда маленькая девочка увидела муху, да, на зеркало, на окне и пыталась ее увеличить движением, как она привыкла на iPad, да. Это как раз был разрыв, да, некий между поколениями. Сейчас его нет. Сейчас у всех эти телефоны, все, примерно, понимают, куда тыкать, какие иконки нажимать и что, где, откуда устанавливать. Раньше проблема была, главное, поставить приложение. То есть раньше было очень много людей, которые брали телефон, чтобы там уже все стояло. А сейчас научились все ставить, и да, все складилось. То есть нет никакого смысла вообще. То есть я сейчас хожу с Ноки, например, да, Ноки, которые там, бедные Ноки, ее там продавали, перепродавали, она уходила, выходила. Сейчас она вышла на андроиде, это китайцы, по сути, HMD. Но вся верхушка Ноки, старого бренда Ноки. Я просто выбрал, потому что, ну, вот эта Ноки, я хоть ее знаю, я знаю этих людей, кто ее делал, да, то есть я этих людей лично знаю, столько времени, то есть я общаюсь, я хожу с ней. Да, продолжим совсем скоро. Друзья, если вы Николаю хотите задать свои вопросы, заходите в группу ВКонтакте. Страна FM и WhatsApp Fiber 909-928-1-89-9. Эксперт, руководитель Чоза-Проджект Николай Трубар в гостях у нас сегодня. Небольшая пауза. Братья Гримм у нас по курсу. Лилея, пишите, задавайте свои вопросы. 909-928-1-89-9. Скоро вернемся. Добрый день еще раз. Лиза Калинина в студии. Программа «Наука и технологии». У меня в гостях сегодня эксперт, руководитель Чоза-Проджект Николай Трубар. Говорим сегодня о новых технологиях, о гаджетах. И пока Николай дает оценку нынешним смартфонам, больше про них говорим, планшетам. И такой вопрос созрел вне эфира. Вот чего сейчас не хватает современным гаджетам? Сам Николай признался, что ходят с Ноки, ни с какими, ни с айфонами, ни с самсунгами, у которых была определенная конкуренция одно время. Вот какие проблемы есть? Проблема главная, конечно, одна. Это батарейка. Мало держит? Да. Собственно, у нас все изменилось за эти 17-20 лет, кроме технологии энергосбережения. У нас экраны мощнее, процессоры сильнее, у нас там все тоньше, все как бы отрабовали. Камеры классные. Камеры лучше, да. То есть все ушло вперед, кроме батареи. Как у нас был литий-ион, так и остался со всеми его спецэффектами, со всеми его негативными последствиями, типа эффекта памяти, потери, да, потери заряда со временем эксплуатации. На морозе он тоже плохо себя чувствует. Ой, да, 50% все врубает. Да, особенно, ну, айфоны, ну, не айфоны, все тогда. Батарейка-то одна. От холода. То есть айфон сам батарейки не производит. У них батарейки либо от LG, там, либо от LG в основном, да, либо Samsung. Но это проблема. И тот, кто изобретет новую, крутую, мощную батарейку, которая будет, которая не будет тебя привязывать к розетке, как каждый день, да, даже чисто заряжать, ну, то есть каждый день, ну, что за бред. Вот тот будет править миром. То есть эта технология, она прям все перевернет. И я знаю, что Apple работает над этим, и там Toshiba, и Samsung все работают над этим, но вот никаких пока нет прорывов. Я не вижу, не анонсировали, ждем. Вот как только это изменится, то есть сразу будет дан толщок кучи других технологий. Например, очень много, так называемых, носимых технологий, да, это то, что мы на руки надеваем браслеты, шлемы, всякие очки. У них та же проблема. Батарейку некуда надевать, то есть ее нельзя сгибать, как вокруг головы. То есть шлем выглядит сейчас как? Это основная часть, это батарейка. То есть у него по-хорошему, как в Ярлаше в детстве, да, то есть у тебя должен быть шлем, и оттуда провод, чемодан в руке, где батарейка. Как только это изменится, как только батарейки станут изгибаться, будут дольше заряд держать, все технологии пойдут сразу в рост остальные. Понятно. А вот смотрите, вот в принципе сейчас с новыми технологиями, с телефонами, можно же и клип снять бытовому пользователю. Это я даже посмотрела клип, братья в грим. Ну, в принципе, такой тоже технологичный, вполне себе можно снять на крутой смартфон. То есть люди сейчас растут, вот грамотность их растет, да, с использованием вот этих вот новых технологий, и они таким образом становятся профессионалами в других профессиях. Да, все стало доступнее, все стало понятнее, да, и масса профессий, которые раньше были только для избранных, сейчас ты можешь снять, то есть все, что нужно сейчас, по сути, это чувство стиля, иметь, да, какой-то вкус, понимание картинки, и даже может наперекор всем трендам, да, пиатарского искусства делать это, сделать такой артхаус. С обычным телефоном можно сделать, да, и, ну, глядя на блогеров, бум, ютуб-блогеров, да, сейчас же просто бум. Сейчас журналисты такие, как я, они как бы особенно никому не нужны уже, все, нужны блогеры, у которых гигантская аудитория, которые снимают вне формата, на что угодно, и у них гигантская аудитория. Бесправил. Да, бесправил. То есть это определенная тоже смена парадигмы подачи контента и потребления контента, то есть люди устают употреблять прилизанный, однообразный, понятный контент, им нужно вау, хайпа вот этого всего, да, какой-то движухи. Это тоже следствие технологий и распространение соцсетей и гаджетов, да. Угу. Но, то есть минусы свои определенные все равно есть. Кроме батареи больше ничего такого, да, все устраивает. Ну, да, это главное, то есть это самое-самое главное, батарейный топливный элемент. Но опять же, мне грустно смотреть на то, что все телефоны выглядят одинаково. Ага. То есть... Нужна какая-то фишка изюмника. Да, ушел, ушел, ушел экспериментирование, потому что раньше они были телефоны там в виде креста, в виде ручки, слайдеры, раскладушки, вертик клавиатура полоценная с одной стороны, с другой, чего только не было. То есть ты мог выбрать, то есть ты мог выбрать телефон себе по стилю, да? Вот он стилеобразующим аксессуаром становился. Да. А сейчас такого нет. Скоро продолжим. 909-928-189.9. Пишите на мой гаджет, озвучим интересные сообщения. И группа ВКонтакте, страна FM, задавайте Николаю свои вопросы. Что выбрать в новых технологиях, расскажет нам сегодня эксперт, руководитель Чоза Проджект, Николай Турубар. И, Николай, такой вопрос. Сейчас очень модными являются вот такие штуки, всякие шлемы, реальности виртуальные, дополнительные. Пока, это мое субъективное мнение, может быть, это неправда, но люди воспринимают это как-то for fun, для развлечения определенного, игр и так далее. Или я ошибаюсь, у этого большое будущее, и люди будут преследовать другие цели и функции, соответственно, тоже будут другие у этих технологий. Не, не ошибаетесь. Действительно, сейчас это for fun. Главный драйвер всех этих технологий, дополненные виртуальной реальности, это игры, это игровая индустрия, но все это двигается очень быстро в разные направления, в медицину, в первую очередь, в серьезные профессиональные направления, которые, опять же, будут исключать живых людей из участия и как-то все упрощать. Медицина – это самое главное, самый полезный, на мой взгляд, развитие этого всего. Значит, есть шлемы дополненной реальности, виртуальной реальности, которые привязаны к компьютерам, да, которые привязаны к неким гаджетам, устройствам, где нужна розетка, а есть шлемы, которые ты вставляешь в свой гаджет, смартфон, и можешь погружаться в дополненную виртуальную реальность с его помощью, да, то есть ты отвязан от розеток, ну, то есть ты как бы автономен, мобилен. И главная проблема у этой технологии сейчас – это так называемый social acceptance rate, это по-русски, если социальное приятие или неприятие. Есть такой феномен, да, он такой более философский, такой технологический, например, гарнитура. У всех у нас есть, мы все пользуемся гарнитурами, Bluetooth-гарнитуры, которые висят на ухе, которые мигают, да. Да, особенно за рулем это сейчас популярно, да, нужно. Так вот, их уже, они очень долго на рынке, их хорошо знают, им иметь пользоваться, но они не перевалили из social acceptance rate 8%, то есть 8% людей, ну, 8% от общего количества пользователей, больше 8% не стали пользоваться ими. Постоянно. Да, почему? Потому что людям, другим людям не нравится, когда в их присутствии люди говорят сами с собой. Ну, да, как будто сам ходишь и сговариваешь. Да, сам ходишь, сам с собой. Это вызывает дискомфорт, причем у всех сторон. И у того, кто говорит, он видит, что он должен как-то, он должен закрыться, отойти. А в чем смысл, когда ты должен, наоборот, то есть только автомобилисты, только специальные профессии остались, все автомобилисты, да, все. А вот, чтобы ты просто ходил по улице, в театре, в кинотеатре, в ресторане, говорил сам с собой, такого нет. У шлемов то же самое. То есть они стесняются? Да, стесняются. Это вот социальное неприятие. То же самое начиналось с телефонов, между прочим, первое время, когда люди сначала говорили, наоборот, нарочи, то у меня телефон, пока, смотрите, все, я говорю. А потом стали как-то мобильный этикет правила вводить, да. То есть довольно быстро перешло этот, слушая акцентрация, у телефонов. И вопрос то же самое сейчас с этими шлемами. Если люди перестанут смущаться, когда возле них человек в шлеме что-то там делает, где-то там погружаются какие-то свои миры, и его это перестанет смущать, то в следующий раз, когда мы заходим в метро, и как сейчас все вот так будут сидеть с телефонами, все будут сидеть в шлемах вот так вот. И вот такая будет картина. Вопрос только в этом, да, момент. Но я думаю, все равно к этому придет. Это все-таки не гарнитуры, это более функциональные устройства, более разнообразные, более правильные и более полезные, и все туда идут. То есть это будет такой ноутбук в голове отчасти. Главная проблема сейчас – это головные боли, глаза болят. Пока технология не откатана, больше там получаса вообще не стоит, ни во что такое ввязываться, особенно детей не ввязывать в это, потому что у них еще там хрусталики, мышечные глазовые яблоки сформированные, как бы им это не нужно. Мы продолжим, опять сейчас прервемся, небольшая пауза. В гостях у нас сегодня эксперт, руководитель Чоза Проджек Николай Турубар, я Лиза Калинина. Вы можете задавать свои вопросы, пишите, группа ВКонтакте «Страна.ФМ» и WhatsApp, Viber, SMS 909-928-1-89-9. Семер-радиоканал «Страна.ФМ». Новые технологии. Я Лиза Калинина. В гостях у нас сегодня эксперт по новым технологиям, руководитель Чоза Проджек Николай Турубар. Остановились мы на шлемах виртуальности, дополненной реальности, я уже не знаю, как правильно называть их. И главный совет – детей до 10 лет этому не обучаем. Не допускать пока. И еще, что интересно, в 3D кинотеатре тоже так себе. Тоже детей, да, не стоит водить до 10 лет, потому что у них не сформированы до конца мышцы глазного яблока, и они испытывают повышенную нагрузку на глаза, а там рядом мозг, там, в общем, это все не нужно пока детям. Пусть у них все будет сформировано, потом они уже… То есть не экспериментируйте на своих детях. Я просто тем сам прошел на себе, я сам изучал опрос, общался с офтальмологами, с врачами, я с собой ребенок, и я как бы вот… Ну, в общем, 12 часов уже он ходит на такие модели. Так что предостерегаем наших зрителей и слушателей. Хорошо, вот что касается планшетов, мы все про смартфоны говорим. Планшеты тоже вроде как, ну, как Apple выпускают, все другие бренды тоже. Что скажете о них? Абсолютно неприспособленный для жизни гаджет, он ненужный, это навязанный, это то… То есть я сам унашел, как лучший планшет. Опять маркетинг, да? Да, это вот, это, собственно, в учебнике по маркетингу должно входить именно планшет, как его навязали. То есть один человек это сделал, Стив Джобс. Они были до этого, кучу лет, планшеты, и никто их не думал продавать даже, да, на широкий рынок. Стив Джобс, ну, он вообще гений, конечно, то есть все, что он сделал, он… Все зашло. Да, чуть-чуть добавлял, дополнял, сначала был iPod, да, он, к нему приделал GSM-модуль и получился iPhone. Он iPhone растянул вот так, получился iPad. Ну, то есть он одно и то же, одно и то же продавал много раз. И, то есть, опять же, надо разделять iPad и планшеты. Вот iPad, это какой-то вот, ну, он всегда был лучше других планшетов. То есть если iPhone и другие смартфоны, они примерно одинаково всегда были на самом деле, то iPad это всегда было лучше, чем все остальное. То есть остальное это какой-то абсолютный трэш. Вот, и они бесполезны. То есть это такой туалетный, кроватный, туалетно-дробь-кроватный гаджет, да, как журнал. Электронный журнал. Да, только большой экран, больше ничего. А сейчас при новых, фабритах называется, да, большие смартфоны с большими экранами, они выполняют все функции абсолютно планшета и разрешения хорошие. То есть они не нужны просто планшетам, они вот нужны вот у вас. Используются, понятно почему, в медицине, понятно почему. Но обычному пользователю не нужно. То есть связка нормального пользователя, да, среднего, который более-менее за технологиями слежит, это смартфон, ноутбук, не планшет, а ноутбук. И там может быть какой-то наручный гаджет, типа часов, например, или трекера. Вот, а что вы считаете про часы сейчас? Тоже очень модно, но мне кажется, некоторые люди осторожно так относятся, думают, да какая-то трата денег. Ну, пока это провальная история, на мой взгляд. То есть не на ту рассчитывал та та же Apple и все остальные бренды, которые развивали часы. Пока понты. Пока понты, да. Самое главное, что у них есть, это функция подсчета шагов. Ты знаешь, сколько ты ходишь, сколько ты спишь, это вот самое полезное. Но это может быть обычным шагомером. А тысяча рублей у китайской компании покупаешь этот браслет, коннектится он к смартфону. Да ладно, даже в детстве у меня был шагомер такой, ну, механический. Это то же самое. Но пока люди стали знать, сколько они ходят и сколько они спят. Это очень важно для понимания своего там режима и так далее. Почему ты там не худеешь или там... Ты это знаешь. А так часы, опять же, как только будут нормальные батарейки, это можно будет... А сейчас сейчас надо заряжать, каждую ночь на зарядку ставить. Но вы считаете, оправданная у них цена сейчас? Нет, абсолютно, абсолютно завышенные. Ну, как это смартфоны. Ну, как может быть смартфон стоить 100 тысяч рублей? Ну, то есть это куда? Как вы объясняете вот этот бум, когда выходит восьмой уже, не знаю, десятый айфон, уже все известно. И люди все равно мало... Ладно, они стоят в очередях, это раз. Они фактически ждут прямой трансляции, в ютубе смотрят там в ночи, как это все презентуют. Почему? Почему такой интерес до сих пор? Это шлейф. Это называется как бы большой хвост, да? Шлейф, ореол, популярность и фановость компании Apple, именно этой компании одной. Другие бренды так не заходят, другие бренды так презентации не ждут. Они пытались играть в это, пытались их лидеры надевать черные водолазки, выходить в этих джинсах, да, ливаясь... То есть все, это как бы только Apple. И все меньше и меньше все равно интереса, он спадает, это когда кончится. То есть нельзя так долго ехать на наследие одного человека и не развивать его. То есть это, ну, это кончится. И это может быть драматически быстро, как компания Nokia закончила, да, свою вот историю славную Моторолом. То есть ничего не предвещало вроде раз-раз-раз, потом опа, и в два года как бы нету бренда. То же самое может быть с Apple случится, если не начнут развивать эту всю историю. А пока это шлейф фанатский, то есть у Apple самая большая лояльность и всех брендов за всю историю человечества. То есть прям это факт, это вот связано именно с тем периодом, когда был SteamJobs. Ну пока какое-то время, то есть и айфоны за 70 тысяч рублей будут продаваться, и также будут стоять за ними в очереди. И несмотря на то, что в России они подороже, чем за рубежом... Все равно, у меня много знакомых, которые, не включая даже мозг, что там внутри, какое там, что я беру. То есть, Коля, привези, пожалуйста, мне там айфон за 100, за 200. Да, ну как бы все, это такой вот, это признак класса, фетиш какой-то, не знаю, статуса, все еще как верху, все еще, да, понты. Друзья, мы совсем скоро продолжим. Напомню, группа ВКонтакте «Страна Айфм» в гостях у нас сегодня эксперт-руководитель Чоза Проджект Николай Турубар. У нас далее по курсу «Квест Пистол Шоу» и «Мэджик Кул». Ух ты, какой! Мне кажется, песня посвящается всей компании Apple. Уж очень много у них, ух ты, какого! Что думаете вы? Пишите нам, интересно, ваше мнение, самые интересные комментарии озвучим в прямом эфире. В программу «Наука и технологии» приходят вопросы нашему гостю. Напомню, эксперт по новым технологиям, руководитель Чоза Проджект Николай Турубар в гостях сегодня. Скажите, пожалуйста, а возможно ли в будущем, что шлемы виртуальной реальности, о которой мы с вами говорили, заменят изящные очки или линзы виртуальной реальности, как были, например, у Гугла? Да, вот такой вопрос первый. Да, разумеется, к этому все идет. Пока эксперименты с форм-фактором, пока они громоздкие, тяжелые, неудобные, но все в конце будет либо в виде очков очень легких, либо, да, прямо на сетчатку глаза будет накладываться какая-то там линза. Все правильно, все туда идет. Опять же, ограничения в батарейных моментах только, ну, в основном. Все к тому идет. Мы там будем. То есть все фильмы, которые раньше считались фантастикой, все они в скором времени станут явью. Да, да. Это просто не сегодня-завтра, не два-три года, лет пять, но да, так и будет все. И еще вопрос про часы. Возможно ли, что часы заменят идентификаторы? Ну, например, пропуск, карта, СНИЛС, банковская карта, я имею в виду, может, поездки в метро, что угодно. Ну, это уже можно делать, уже часами можно оплачивать метро. Да, это один из самых главных очевидных кейсов, сценариев использования часов, любых наручных, нательных гаджетов, да, и в будущем можно будет проходить куда угодно, все совершенно верно, но чуть дальше, если копнуть, для этого и часы-то не нужны. Вот для такого простого момента, как авторизация на метро и прочее, будут люди чипы вшивать под руку. Чипы, есть такие люди, у меня знакомый такой есть, работал в обороне Касперского, да, Евгений Черешнев, он считается первый русский киборг, он называется, да. Он вшил чип под руку, его можно программировать удаленно, то есть он открывает офис и в фитнес-клуб свой, и в метро, просто прикладывая руку. К этому все придем все равно, рано или поздно. Скажите, вот сейчас вся жизнь сфокусирована в телефоне, все банковские карты, Apple Pay, что угодно, у Android, да, наверное, другая какая-то своя система, тем не менее, потеря телефона, это проблема. Вот ваша оценка экспертная, это нормально, так будет и дальше, или все-таки надо как-то вот абстрагироваться, иметь запасные варианты, план B? Да, все уходит в облака, то есть не должно ничего храниться в телефоне, все должно храниться в интернете, в облаках, распределенных облаках, когда... А хакеры не взломают? Взломают, в любом случае, и телефон взломают, и облака взломают, это как бы... Ну так, в принципе, деньги из банки могут украли. Мы всегда на шаг вот этих хакеров, это как бы, это, ну, с этим ничего делать нельзя. Но вообще просто надо понимать, что телефон это всего лишь кусок железа, пластика и стекла, и он осуществляет точку входа в облако. То есть вся его функция с помощью каких-то авторизационных мер... Посредник такой. Да, он посредник, он тебя погружает в облако. Все. И еще страшно, потеряли... То есть сейчас такого нету, чтобы ты потерял телефон, и тебя взломали. Ты просто человек не сможет не попасть. И у каждого баковского приложения куча-куча разных двухфаторных авторизаций и так далее. Ты просто не пройдешь, там, смс-ка должна прийти, ты должна ответить, и так далее. Все это блокируется автоматом, то есть бояться этого не надо. Это ретроградство. Другой вопрос, что жизнь в телефоне постоянно тоже не стоит, тогда птички читать надо. Ну да, это правда. Слушайте, но все равно, если ты, конечно, не идешь в ногу со временем, то ты откатываешься назад. Ну пока в последние 3-4 года ничего не изменилось. Пока ты, если за 3 года человек просто был, жил на Марсе, вернулся, он никакого извинения не обнаружил. Не ощутил, да? Да, стали все чуть тоньше телефоны, вот и все. Да, спасибо вам огромное, безумно интересно. Приглашаем вас еще раз к нам в гости, такой делать обзор. Я хочу напомнить, что в гостях у нас был сегодня эксперт, руководитель Чоза Проджект Николай Турубар. Обсуждали мы сегодня гаджеты. Ну, не знаю, какой вывод сделать. Не надо переплачивать за понты, мне кажется. Да. Все-таки время дороже. Вот о чем нам поют две Маши? Прекрасная композиция и очень красиво снята. Слушаем, смотрим. Прекрасная композиция и лговые банки. Уважаем.